Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео хочу поговорить на такую деликатную тему, как шугаринг. Шугаринг конкретно именно области бикини. Хочу немножко рассказать о том, как к нему подготовиться, как после этого себя вести, и есть ли какой-то результат, эффект, стоит это делать или нет. Ну, во-первых, никакой особой подготовки такой не нужно, ну, кроме личной гигиены. После того, как вы, неважно, что вы прошугарили, не нужно в течение какого-то времени мочить область, где вы проводили этот шугаринг. И, например, если я делаю зону над верхней губой, то, соответственно, я не наношу какие-то крема. После этого обычно я стараюсь проводить эту процедуру вечером, чтобы мне никуда не нужно было идти, потому что сохраняется покраснение, если как раз брать именно видимые такие участки тела. и я не наношу никакие ни крема и стараюсь на следующий день не пользоваться тоналкой, чтобы не забивать поры, потому что у меня раздражение, как правило, случается над верхней губой, несмотря на то, что у меня после этого обрабатывают специальными успокаивающими средствами. Все равно могут у вас возникнуть либо покраснения, либо прыщики, либо даже вот такие вот с белым содержимым. Поэтому желательно вообще на это место, допустим, если опять же делаете над верхней губой, не наносить никаких средств, таких вот и кремовых, кремосодержащих и тональных средств. Плюс еще ко всему, хотелось бы отметить, что это такой достаточно безопасный способ. Как правило, перчатки надевает мастер. И плюс еще ко всему, это сахарная паста, которая меняется на протяжении того, как вы делаете чуть ли не 5-6 раз, в зависимости от волосатости, от вашего состояния волосатости. Поэтому это достаточно безопасный способ удаления волос. Я не беру другие методы лазерной эпиляции, световой, потому что это некое воздействие на организм, более такое вот глубокое, скажем так, которое до сих пор еще не изучено, от чего у нас там раковые опухоли возникают, либо еще какие-то заболевания, которых ранее не было. Поэтому я к таким процедурам буду прибегать только в крайнем случае. Что хочу сказать именно конкретно про область в зоне бикини. У меня очень высокий болевой порог, или низкий болевой порог, как это правильнее назвать. И для меня это очень болезненная процедура. Поэтому делаю я ее нерегулярно, не каждый месяц, по мере какой-то необходимости, желания. Причем от раза в раз, делается она раз в месяц, кстати, и от раза в раз чуть менее болезненно и чуть более болезненно. Желательно делать это в течение 10 дней после прекращения цикла менструального. Тогда менее болезненно должна была быть, по крайней мере, процедура. Например, вот я ходила к Кане. Это мой личный, скажем так, шугарист, или как их там называют. Потому что это настолько такая деликатная тема. И не каждому человеку, я уже как-то в одном из видеороликов говорила, и не каждому человеку ты можешь как-то открыто пойти. Конечно же, есть какое-то некое такое чувство дискомфорта. Вы будете это испытывать с любым мастером. Все равно нужно привыкнуть приспособиться к человеку и вообще привыкнуть к такому вот состоянию. Ну, сначала как-то некомфортно, а потом все зависит все-таки от человека, с которым ты работаешь. Мы с ней быстро нашли общий контакт. Так, это язык, она достаточно такой простой человек. Можно заговорить, может тебя в процессе процедуры заговорить. Можно поговорить с ней на абсолютно разные темы. Очень простой специалист такой, ну, душевный, хороший. И второй раз, то есть мне уже на середине первого раза было психологически комфортно, а на второй раз я уже шла без какого-либо страха. И я озвучила свой страх. Самое важное, допустим, если вы боитесь там публично выступать, либо еще что-то делать, то если вы озвучиваете свой страх прилюдно, то он у вас наполовину, на 50% снижается. Вы забавляетесь от него. Это такой психологический метод. Возьмите, если кто хочет, его на заметку. Это действует во многих-многих ситуациях, где вы испытываете какое-то чувство стеснения. Вы просто говорите о том, что я вот первый раз выступаю или первый раз говорю тос, поэтому я сейчас немножко волнуюсь. Ну, например, в этом случае. И когда я к ней пришла, я говорю, если честно, я первый раз на такой процедуре. Мне как-то не по себе. И она вот, ну, уже не первый раз человек работает с такими людьми, она находит подходящие слова, и ты расслабляешься. И там самое важное тоже расслабиться, не напрягаясь, потому что когда ты напрягаешься, ты испытываешь дополнительный, вырабатывается дополнительный как бы источник у тебя боли. Да, и адреналин, который вырабатывается у меня со страхом, он нисколько не снижает этот уровень боли, а наоборот, у него становится сильнее. Я болезненно воспринимаю эту процедуру, и она говорит, у меня редко встречаются такие люди, поэтому вы не ориентируйтесь на меня. У всех разный порог чувствительности, потому что я пошла к этому человеку по рекомендации, и я у подружки у своей спрашивала, как оно. Она говорит, да ничего, вообще как бы первый раз как-то сильно, а потом уже сглаживается. Причем у меня не сглаживалось ни во второй раз болезненные ощущения, болевые ни в третий, ни в четвертый раз, пятый. Я всего побывала на пяти, либо на шести процедурах в течение года, точно я не помню, потому что то боялась, то еще какие-то были причины. Я как-то этот момент оттягивала все время. И вот у моей подружки было нормально все это время, а у меня нет. По росту волос, что хочу сказать, тоже у всех будет все индивидуально, потому что у нас и растительность разная, и, кстати, нужно приходить с отросшими волосами где-то примерно в один сантиметр. Тогда легче будет забираться волос на сахарную пасту, и легче будет отделяться. Если вы будете проходить это регулярно, раз в месяц, то у вас будет не так болезненно. Учитывая, что я раз в два месяца, иногда раз в три месяца приходила, соответственно, волосяной покров, он становился все гуще и гуще, и вырвать там 10 волос на одном сантиметре, либо один волос. Есть разница, конечно, колоссальная. Поэтому, если вы хотите избавиться от волос, то, соответственно, вам нужно регулярно это делать, и тогда вы будете легче переносить эту процедуру. И опять же, все будет зависеть от вашего болевого порога. По растительности, что хочу сказать. Я была приятно удивлена в последний раз. Она как-то говорила, что по течение какого-то времени волос вообще перестает расти. Но там выбиваются периодически единичные волоски, но это не полностью густой такой волосяной покров у вас. То есть вы не полностью зарастаете после каждого раза. Она говорит, что со временем все будет меньше, меньше, меньше расти волос. Но вы также можете это заметить, например, по бровям. Очень раньше было в моде узкие брови, и люди дощипывали их до такой степени, в том числе и я, что они уже потеряли свою густоту и свою широту. И многие сейчас вынуждены прибегать к татуажу, потому что не осталось своих бровей. По истечению времени, когда вы из раза в раз, у нас есть у каждого тоже по генетике возможность роста. И если вы вырываете на одном и том же месте волос, то, допустим, заложено, что у вас на этом месте должно вырасти 50 луковиц. Соответственно, если вы 50 раз выдернули, все, на этом месте уже ничего не вырастет. И вот таким вот образом, проходив 5-6 раз, я точно не помню, к ней, я вот сейчас наконец-то поняла, что я когда-то сделала правильное решение, пойдя на шугаринг и из раза в раз, несмотря на то, что испытывала боль, я все равно возвращалась и делала эту процедуру, потому что сейчас прошло уже 4 недели, месяц. По сути, я должна опять пойти к свете, но у меня нет такой необходимости, потому что волос у меня практически перестал расти и выбиваются единичные где-то волосики, которые можно, в принципе, выдернуть пинцетом. Я не знаю, как поведет. Я хорошо, что это видео сняла не в самом его начале, потому что я была в ужасе от первого раза. Во-первых, быстро начал расти у меня как-то моментально и заполнил все пространство. И хорошо, что это видео я сняла спустя уже продолжительное количество времени, когда я успела отследить вообще прогресс, да, от прохождения шугаринга. И сейчас, вот прошел месяц, у меня уже волос не растет. Я говорю, выбиваются кое-где волоски, которые можно удалить пинцетом. И мне интересно, насколько хватит, потому что это актуально очень летом, когда ты носишь открытые купальники, и нужно, чтобы у тебя все было красиво, нигде не выбивалось. Кстати, могу сказать, что у меня с растительностью все в порядке. То есть по генетике, я в казаков, у меня были широкие такие брови. Я в Инстаграме недавно выкладывала фотографии, и у меня такие курчавые были широкие брови, чуть ли не монобровь. И, соответственно, избавиться мне от волос быстро и навсегда очень-очень сложно. Потом душ я принимаю без моющих средств вечером. А на следующий день уже в обычном режиме живу. Недавно тоже слышала другого блогера. Она говорила о том, что шугаринг – это не для нее, потому что это болезненно, и она не хочет переносить боль. У меня подружка, которая тоже, она говорит, я первый раз туда пошла, и я оттуда убежала в шоке, и я больше не хочу этого делать. Но вот я как-то перетерпела, и по истечению года могу сказать, что потрясающие результаты. Я вообще полностью на 100% довольна и рада, что как раз вот это тут. Но я не каждый месяц делала. То есть я устраивалась и экзекуцию не каждый месяц. Может быть, мне это спасло, помогло, и я не остановилась в этом процессе. И, собственно говоря, сейчас очень рада и довольна полученным результатом. Все, девчонки, я прощаюсь с вами. До новых встреч на моем канале. Подписывайтесь. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok